Ну давайте отзывайте сейчас с вами не очень молодому человеку. Сколько вам лет? Шаг назад, пожалуйста, шаг назад. Сколько вам лет? Скажите честно. Вы не будете отвечать на этот вопрос? Вы ждете микрофона, я понял. Я просто как-то для продолжения разговора. Мы не спешим сегодня выступающих не будет, поэтому я буду долго закручивать микрофон. Друзья, не расслабляемся, поддерживаем участников. Как вы видите, по его каменной рубашке человек не готовился сегодня выступать. Он просто, что было, то и одели вы, да? Ваши аплодисменты первому участнику Роспостодава. Не забудьте представиться, чтобы люди запомнили вас и больше сюда не приходили. Ваши аплодисменты, поехали! Поехали! Так, добрый вечер, меня зовут Анатолий. Сейчас я быстро к вам сочетаю историю, не пять листов. Тут такая история получилась. Устроился я, значит, на работу. Продавать софт. Ну и в первый день отправляют меня к клиенту в Нью-Джорси, командировочкам. Я говорю, как я поеду продавать наш софт, если я первый день на работе и ничего вообще не знаю, не понимаю. Ничего говорят. С тобой поедет наш лучший продавец, Майкл. Он у нас суперзвезда. Умный, толковый, профессионал одним словом. Все сделает. Ты только смотри и учись. Тут в офис забежал Майкл. Маленький, невзрачный. Рубашка не заправлена. Очки на бекрень. Ты, говорит, Толик. Завтра с утра будет готов. Я за тобой заеду. Только не проспи. И убежал. Профессионал, блин, сразу видно. На следующий день с утра жду Майкла. К обеду он нарисовался. Я выхожу с чемоданом, подхожу к его машине. Чемодан положить некуда. Вся машина забита каким-то барахлом. Да еще собака сидит на переднем сиденье. Что это такое, спрашиваю? Да понимаешь, я тут развожусь с подругой. Так что пришлось из дома все самое ценное забрать. На всякий случай. Кстати, поэтому мы на моей машине едем. Чтобы дома не оставлять ее. Ну, профессионал, блин. В общем, кое-как доехали мы на Нью-Джозе. Я с собакой на руках. Заселяемся в гостиницу. Звонит мобильник Майкла. Он поднимает телефон, краснеет, длиннеет, кричит и бегает по залу. Я говорю, что такое? Он говорит, беда. Надо назад ехать срочно. Позвонил ему дружок, сказал, что его подруга закрыла собаку. У Майкла, оказывается, еще одна собака есть. В подвале дома. И она начала там гадить и жрать все подряд. А Майкл в подвале как раз спрятал дорогие его сердцу картины. Короче, Майкл, не логотодумая, прыг в машину и поехал обратно. Хорошо, я успел ему еще собаку цучить. Не волнуйся, только успел, крик, утен. Я к утру вернусь. И ухватил. Профессионал будет. На следующий день в пять раз звонит мой мобильник. Майкл. Говорит таким убитым голосом, что ночью у своего дома не вписался в поворот и разбил машину. Но ничего, говорит. Клиент от нас не уйдет. Я теперь лечу на самолете. Давай срочно выезжай меня встречать в Филадельфию. Ну, это сегодня-то часа два ездят гостиницы. Ну, профессионал. Делать нечего. Взял и вред машину и поехал в аэропорт. До встречи с клиентом как раз три часа оставалось. Уже на подъезде к аэропорту снова звонок и снова Майкл. Оказывается, он уже прилетел только не в Филадельфию, а в Нью-Арк. Это он перепутал, когда мне звонил. Говорит ничего, не переживай. Бери машину, езжай прямо к клиенту. Я тут сам машину возьму, приеду. Все будет нормально. Профессионал, да? Ну, разворачиваюсь и качу прямо к клиенту. Успел еще с запасом 10 минут. Ну, Майкла нет и нет. Постоял, подождал, позвонил, не отвечает. Ну, что делать? Пошел к клиенту. Начал разговор. Мол, так и так. Майкл, к сожалению, слегка задерживается по личным причинам. Ну, логическую связку подруга, машина, собака, картина, авария, самолет, колоделька, Нью-Арк, я отпустил. Клиенты оказались приятные люди. Их самый главный, с внешностью японского самурая, при близком осмотрении оказался Сергеем Владимировичем Щербаковым, Аглы, из Астаны. С ним мы быстро нашли общий язык. А после ланча и четырех чашек пива мы вообще подруг побратались. Так мило пообщались, что Майкля даже и думать забыл. В общем, подписал я сам контракт о продаже и уже на выходе в дверях столкнулась с Майклом. Оказывается, он с утра так торопился, что убежал из аэропорта без своего чемодана. Потом вспомнил и вернулся. И пока ждал свой чемодан, ослабел, прикрепнул лавку и заснул. Ну, понятно, после всех этих ночных потрясений. Профессионал, блин. Ну, как летели мы домой, мне Майкл и говорит, ты на всякий случай никому в офисе не говорим, что я с клиентом так и не встретился. Ну, пообещал я, конечно, все-таки первый день работаю. Прикрепнулся еще один день в офис. Подходит начальник. Ну, как говорит, видел Майкла в работе? Да, говорю, посмотрел немножко. Так вот, говорит начальник, он у нас шустрый парень, за один день контракт подписал. Вот, учись. Профессионал. Да, блин, профессионал тот, кто я. Спасибо. 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 Спасибо.